Вчера был высший совет при губернаторе Московской области и было подведение итогов каждого муниципалитета за проделанный им за прошедший год. Вы знаете, очень приятно было, берет большая гордость, что наша МФЦ лучшая в Московской области. Вчера по итогам работы 2017 года призвано, что МФЦ города Литрогорска занимает первое место в Московской области. В связи с этим губернатор Московской области выделил премию на развитие Литрогорска в размере 60 миллионов рублей. Вот с такого приятного сюрприза началась торжественная часть новогоднего праздника, посвященного подведению итогов уходящего года. Коллектив многофункционального центра практически в полном составе вышел на сцену для вручения заслуженной награды. Мы благодарим за столь высокую оценку нашего труда. Огромное спасибо нашему правительству, администрации Литрогорска, Совету депутатов, Красавиуму Петровичу, с которым мы начинали строить наш МФЦ, всем организациям, неравнодушным и помогающим нам в работе. Очень мы благодарны и большое спасибо. Также хотим отдельные слова благодарности сказать нашим любимым, дорогим заявителям за их положительные отзывы о нашей работе, за позитивный настрой, а также за критику, которая помогает нам стать лучше и совершеннее. Желаем всем здоровья, позитива, благополучия и удачи в Новом году. Поздравления с наступающим Новым годом всем жителям города прозвучали от депутата областной думы Ленара Семединовой, председателя Совета депутатов Романа Тикунова, главы города Дениса Семенова. Позвольте мне от всей души поблагодарить вас за совместную работу, которую мы с вами проводили в 2017 году, за этот труд, за старания, за субботники, за высоту леса, за наведение порядка и чистоты в нашем городе. Желаю вам каждой электроходской семье счастья, любви, процветания, добра и мирного неба над головой. Подарками и почетными грамотами были награждены самые достойные жители нашего города. Почетные грамотами награждается Людмила Ивановна Симаянова, мастер участка упаковки цеха по производству инъекционных препаратов ПАО «Брынсалов-А». И только в канун Нового года происходят такие чудеса, которые произошли на городском мероприятии. Особого внимания были удостойны две жительницы города – Галина Федотова и Елена Герасимова. В нашем городе очень много людей замечательных, никого не хочу обидеть. Все, кто выходим на сцену, и кто в многих, кто в занятии, естественно, Николай Павлович, Светлана Витальевна. Вот я хотел бы сказать пару слов об этих двух женщинах. Мало кто знает, что в нашем городе есть, находится один человек, он как бы немножко больной, у меня нет документов. И вот эти женщины на протяжении трех лет, только серьезно подумайте, трех лет ежедневно ходят, кормят его, ухаживают за ним за счет собственных средств. Его невозможно поставить на учет, проблемы с документами, мы эту работу сейчас включили, стараемся помочь, но это отдельная сторона вопроса. Но вот эти женщины три года ходят, ухаживают за этим человеком. Поэтому решите вам обручить грамоту. Ведь благодаря таким неравнодушным, активным, всей душой, желающих успеха и процветания родному электрогорску людям, наш город с каждым годом становится все лучше. Я хочу вас поздравить с Новым годом, наступающим, и Рождеством Христовым. У меня есть собственное стихотворение. Дед Мороз на тройке мчится со снегурочкой своей, Белый снег кругом искрится, дай дорогу руссковей. Дед Мороз чудесную елку нам украсит, Гусы, блестки, мчураль, Звезды, шарики, гирлянды И с подарками у елки двораль. Звонкий снег повсюду бьется, Песни, пляски до утра. Бой курант, звон бокалов раздается. С Новым годом, Родина моя! Спасибо. Прошло подведение итогов конкурса Среди трудовых коллективов На лучшее украшение новогодней Рождественской символикой зданий и офисов. Комбинация лучшего украшения Новогодней Рождественской символикой Фасада здания среди дошкольных учреждений Благодарностью главы городского округа Электрогорска награждается Детский сад номер 35, елочка. Ключи от новой квартиры В рамках реализации муниципальной программы Обеспечения жильем детей-сирот И детей, оставшихся без попечения родителей Получила юная жительница Электрогорска Мария Лопыгина. В рамках реализации муниципальной программы Обеспечения жильем детей-сирот И детей, оставшихся без попечения родителей А также лиц из их числа В городском округе Электрогорск Ключи от квартиры вручаются Ребенку-сироте Лопыгиной Марии Сергеевне Украшением вечера стали новогодние песни В прекрасном исполнении группы Талисман И воспитанницы Гайка Ганесяна Педагога детской школы искусств Софьи Титовой А в завершении Праздника перед зрителями выступила Солистка группы Мираж Маргарита Суханкина Певица не только исполнила Любимые хиты, но и пожелала Всем электрогорцам Голубого неба, яркого солнышка Благополучия и спокойствия В каждом доме Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин